Коллективное размышление Первая книга Паралипоменон, 4 глава, 10 стих О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спослал ему, чего он просил. Бог желает, чтобы мы все больше и больше собирались вместе в веровании. Это особенное время света, за которое мы ответственны, и учения, которые мы восприняли. Поэтому нам жизненно необходимо подходить по вере к каждому шагу, которым Бог продвигается в теле Христа. Бог созидает коллективное размышление внутри своего тела, чтобы ум Божий и результаты силы могли высвобождаться среди нас. Размышление состоит не в обдумывании чего-то особенного или в переводе мозга в нейтральном состоянии в пассивность. Оно – простое, спокойное повторение тишины и покоя перед Богом, не будучи занятыми ни молитвой, ни поклонением. Когда человек размышляет, он не обязательно славит или восхищается Богом. Он просто мыслит о Боге и ожидает вхождения в Его волю для размышления. Конечно, сердце человека исполнено поклонением и прославлением, но мы говорим о занятости ума. Вся сущность вашей души поклоняется и прославляет. Теперь ваш ум слушает Бога, и у Него есть возможность через вашу субъективность и вашу объективную открытость привести вас к размышлению над Его выбором. Размышление вступает в силу, и это воспроизводит и способствует сосредоточенности поклонения и прославления. Размышление – это позволение Божьему уму расширяться по всей вашей сущности силою Божьей жизни, производя отклик вашего сердца и исцеление вашего тела. Карл Стивенс